Я как раз тогда попадал под замес Ну давай честно скажем, в МПС ни у кого не просят ваку в принципе Да, и все-таки людей мне нравится готовить гораздо больше, нежели самого себя Ну надо быть вообще каким-то очень недалеким, если ты не доводишь кондиционер за счет тренера Я могу признаться честно, эти категории мне гораздо интереснее, нежели категории жен Как бы на Мистера Леньке, скорее всего, ты не едешь завтра Да, скорее всего, завтра нет Короче, чувак, жри, блядь, 40 яичных белков, 10 желтков, терпи, качайся и капусту одну сюда в день За 7 месяцев у меня было потрачено около... Вообще бодибилдинг, это куча факторов, где важный, где каждый на первом месте Что такое бодибилдинг? Для тебя лично, друзья, привет, Василий Ермаков Я, на самом деле, пока ходил за Васей, думал, как его представить Тренер чемпионов всех возможных федераций, разрешенных и неразрешенных Нормально? И сам чемпион Честно А сам чемпион ты тоже в обеих федерациях? Нет, кстати Нет? В ВФР я не побеждал, потому что, вот если даже взять сейчас уровень классического бодибилдинг, который сейчас Тогда, в то время, наш уровень был, ну, в разы сильнее Это, ну, это факт И люди знающие, они это понимают как-то Я как раз тогда попадал под замес Я выступал по 4 сезона, помню, подряд И всегда занимал 4-е, 5-е место Потому что я реально был с очень сильными ребятами Такими как Серега Тарануха, Серега Киреев То ли Смирнов, Костя Соколов То есть, ну, это был реально очень крутой уровень Мне было сложно как бы с ними конкурировать Хотя я старался как-то прогрессировать тогда Ну, потом взял отдых, паузу И уже дальше готовился на другие турниры А почему дальше ты попробовал, когда взял паузу Опять подготовился, выбрал на другом турнире? Здесь есть такое объяснение И это никак не связано с конкуренцией Это связано напрямую Что если бы я вжимался в классику обратно Я бы просто сдох, и все Потому что мне надо было бы сливать там по 15 кг, по 20 В классик физик я не мог бы здесь выступать Я физиологически не умею делать вакуум То есть, такие люди есть, и это факт Да, да То есть, например, Мишка Тимошин даже рассказывал Про Петра Молдова, который там 20 лет выступает И он говорит, я не умею это делать, сколько бы я ни пробовал Ну, давай честно скажем В МПС ни у кого не просят вакуум в принципе Подожди поздно нету Потому что это не приоритет По факту, ну, лично мое мнение, да Что вакуум это всего лишь дополнение картинки Не более того То есть, это не должно быть обязательной позы И я соглашу Кто-то его делает, кто-то не делает Тот же Брюоненсли выиграл Олимпию без вакуума И ничего, нормально И, соответственно, я понимал, что если я пойду в нашу федерацию Выступать здесь в классик физик Ну, какую бы форму я ни сделал Я буду задвинут Или просто снять В общем, не было вариантов генетически Из-за обязательной позы вакуума Да, и, соответственно, поэтому я Попробовал выступить на Оксане Гришиной Потом через 2 недели на МБС И все получилось Причем я четко понимал За счет чего я могу быть конкурентным Потому что генетически я не настолько развиваю Сколько могут развить и быть другие ребята Мне нужно было делать только кондиции Качественные и, соответственно, подачу по телу И я скажу, что сейчас этого очень много не хватает Возвращение Лично я считаю, что люди сейчас Они в меньшей степени делают качество Какую-то глубину такую изрезанную Ну, ты сам видел, как выглядят люди в профессионалах и так далее Лично я считаю, что это Это первое, на что обращается внимание Потому что все-таки качество и кондиции Они говорят о том, что человек работает И работает не только в зале, но и ложкой То есть он контролирует себе рот и так далее То есть, ну, это лично мое видение У всех оно разное Кто-то там прямохолненность Кто-то там всякое разное Сколько ты лет в бодиглдинге? Сам? Просто первого раза, когда пацаном пошел на турники Давай, все-таки на бодиглдинге Я могу сказать, что у многих такая история Что они там из-за Арнольда и так далее Я просто всю жизнь в спорте Я с четырех лет занимался футболом Отдал этому много времени И всегда где-то подкачивался На зал ходил, качал друг бицепс В принципе, как все Главные мышцы? Да, главные мышцы И все А касаемо соревнований именно Ну, мне просто однажды зародили эту идею То есть мне мой первый тренер, Толик Смирнов Привет, мой огромный Он мне как-то просто бросил идею Давай попробуем у тебя там данные и так далее А я просто такой человек, что если меня заинтересовал Все, у меня рычаг, я начинаю работать Вот, поэтому в 2014 году я первый раз выступил Но я честно могу признаться Я об этом писал часто Что все-таки людей мне нравится готовить гораздо больше Нежели самого себя То есть мне нравится следить за людьми За их поведением Надаваться полностью Смотреть на них на сцене Что они делают так, не так Ну, мне как-то это больше кайфа приносит Свои выступления и свои подготовки Это по большей степени, наверное, какой-то опыт Некий азарт, который порой возникает И, конечно же, опыт, да Что есть что-то Ну, я просто сторонник того, что Ну, нет чудес и каких-то схем То есть это, по сути, все систематичность, дисциплина Контроль всех составляющих Но ты считаешь, что тренер в нашем виде спорта Должен иметь соревновательный опыт Для того, чтобы давать определенные рекомендации Должен на себе уже испробовать то, что он сейчас говорит Сложный вопрос Хотя бы в большинстве Понятно, что и суперталантливые ребята, которые не выступали Инталантливые тренера Но в своей большей массе Это плюс? Это плюс Но, опять-таки, у нас есть очень много людей, которые подкованы в медицине Я считаю, что самое лучшее, что может быть Это когда есть некая команда То есть когда есть некий союз Где спортсмен, он всего лишь исполнитель То есть есть человек, который условно следит за здоровьем Тот за тренировочным процессом, питанием, контролем позирования И работа с головой, что самое важное Просто я всегда говорю о том, что подготовка – это в большей степени психология Потому что есть люди, которые очень гиетически одарены Но они себя не показывают, потому что они всего лишь ломаются Либо не доводят кондиции И лично я считаю, что в большей степени здесь вина не тренера Но надо быть вообще каким-то очень недалеким Здесь ты не доводишь кондиции за счет тренера Что он тебе что-то не так говорит То есть в целом какой-то подход Есть люди реально очень слабые ментально А есть наоборот люди, которые генетически одарены хуже Но они пахарь, и они просто добивают своего примеров Таких, ну, их полно Не меря Поэтому, отвечая на твой вопрос, я считаю, что, наверное, здесь самое лучшее Это когда все, во-первых, в команде В совокупности Чтобы был, как бы, полный какой-то контроль А если уж говорить Ну, наверное, соревновательный опыт – это плюс Это колоссальный плюс И особенно, когда человек, как бы, реально сам делает классную форму Да, успешно соревновательный опыт Да, ну, не обязательно там быть первым на Олимпе И так далее То есть, короче, люди должны понимать, что Этот человек делает кондиции И знает, что он делает Вот и все Просто Ну, лично я так считаю Но, опять-таки, в моем понимании, наверное, это союз Это самое классное То есть Ну, соревновательный опыт – это год То есть Поэтому Вот я, например, да Вот если брать категории мужские Я могу четко по каждому сказать Кто за счет чего где-то, типа, проиграл Либо где-то выиграл Потому что я видел уровень Я знаю, что такое уровень Стоял рядом Да И я знаю, каким должны быть спортсмены, чемпионы Вот, кстати, если говорить о женских категориях Вот я сколько смотрю сейчас их Я не могу понять какого-то условно Даже не то, что шаблона А какого-то пути, которым надо идти Критерия, да? Идеальный критерий Да, да, да Там, допустим, если это пикини То это там качество или что-то еще С одной стороны у нас отгревают за качеством А тут раз ты смотришь Тут качество Ты не понимаешь И, соответственно, если ты готовишь девушку И она такая стала там 15-16 А у нее классная форма, допустим Ну, условно говоря А ты не понимаешь, какие это объяснили А если ты выходишь в классику В классик-визик, бодибилдинг Ты просто человеку говоришь Дружище Ну, хватает этого Нам нужно время Для того, чтобы доработать Вот и все И если уж говорить об этом Лично Ну, я могу признаться честно Эти категории мне гораздо интереснее Нежные категории женские Вот Ну, сделайте, которые готовишь Как я видел Готовлю Помогаю Стараюсь помогать И стараюсь все-таки прийти к тому, что Ну За счет чего они могут быть Там лучшими на сцене По парням уже реально имею Наверное, полное представление Вообще, за себя не люблю говорить Это слишком громко Я люблю, когда на сцене Все это делается Вот Но Представление есть Полная картина За счет чего человек должен выигрывать Кто может выигрывать За счет данных За счет кондиции И так далее То есть Ну, я даже, когда ко мне люди обращаются Если я вижу, что какие-то амбиции Слишком завышенные Я начинаю вести речь про объективность Ты в лоб говоришь Да, я сразу говорю Как бы на Мистер Оленьке Скорее всего Ты не едешь Да, скорее всего Завтра нет Типа, давай через сезон, да? Да Ну, я просто Такой Прямой линейный человек Я могу Отчитать время Сколько надо времени Я не люблю людям Как бы вот эти иллюзии создавать Что А, мы сейчас их нагнем Настанем чемпионами России Потом плохие судьи, да? Потом Судьи плохие Тренер хуевый Извините за маль То есть Он что-то делал не так И так далее То есть Я сторонник того Что изначально Мы ставим цели Мы ставим четкие задачи Под конкретного человека И лично мне нравится Все-таки Когда Ты Из, так сказать Одаренных ребят Выжимаешь вот Сок Весь потолок Потому что Опять же говорю Я считаю Что у нас в России Очень много Одаренных спортсменов Но Улучшаешь Любители В мире Реально Я считаю Я очень много ребят видел Которые Круто одарены Но они Не могут себя раскрыть Наверное Здесь Очень много факторов И Возможно Делан Не только в тренере Это и Финансы Это и голова Это и характер Ну Два по финансу Согласись Что в определенных категориях Когда это не сверхбольшие Весовые категории Ну Финансовый вопрос Не супер критичен Плюс У ребят Которые уже на уровне Неплохая поддержка В целом И расходы На самом деле Только надо себе еду купить Ну и дар билет Потому что В принципе Основные Некоторые нужды В виде того Что потребляется Орально Или Шейкер Очень мешается Готовы покрывать Спонсора Не все Но много Я тебе так скажу Я В свою жизнь Всегда быть сторонником того Что Надо быть независимым Это здорово И Не ждать Как бы В море погоды Стараться делать Я даже Как бы Всем своим Объясняю Собери Фундамент То есть Скопи Заработай Просто я Ну реально Сторонник того Что Если ты что-то Хочешь сделать Ты найдешь Абсолютно все Для того Чтобы это сделать А не будешь Петь Собирай Деньги Я Чему ты сказал Что в категориях На самом деле Короче чувак Жри 40 яичных белков 10 желтков Терпи Качайся Ты выйдешь бритвенный Если у тебя За годы Наработанное мясо Ну ты станешь чемпионом В принципе Вот на этом И капусту Огну съедай в день Мы любили 300 грамм квашеной То есть тебе будет херово Ты будешь голодный Не самый веселый Возможно А может нормально Но можно подготовиться Не имея миллион рублей Как все хотят Сто процентов И бюджет тоже Не критичный вопрос Желание и трудолюбие Критичное Я даже честно тебе скажу Я как-то вот Свою последнюю подготовку Я ее считал Сколько я затратил Вот Честная цифра И честная цифра Это если мы не считаем Там еду Да Потому что Ну по факту Я ем В обычной жизни Когда я не готовлюсь Точно так же За 6 месяцев Нет Бру За 7 месяцев У меня было потрачено Около 230 тысяч То есть Условно говоря Это 30-40 тысяч В месяц Это то есть Тут мы так скажем Получаем Тут мелгранат Витамин С Яичный Порошковый Белок Из этого никак Ну как бы да Мы так скажем То есть Ну вот скажем Что все составляющие Все составляющие Дожились в эту сумму Да И мне этого хватало Но опять же Я людям объясняю Я сам через это проходил Если ты хочешь выходить на уровень Ты должен четко понимать Что ты должен вложиться То есть не так что Типа ну мы сейчас там на пол шишечки И мы всех нагнем Такого не будет Это дано единицами И то Это зависит от уровня То есть Кем бороться Да На чемпионат России И ты там Словно говоря Готовишься там За три месяца И ты такой думаешь Мы сейчас с тренером всех нагнем Потому что например У меня там Чудо тренер и тренер чемпионов И генетика Да и генетика Привет Дэн Бажанов Ну правда генетика сумасшедшая? Сумасшедшая А где он? Сумасшедшая Где он? Сейчас в Петербурге В Петербурге А мы в Телябинске А мы в Телябинске А заявилась в 100 плюс По-моему Мне сказал Саня Что 5 человек В 100 плюс Да Ну то есть А можно было приехать Так же В 100 плюс В 100 плюс Не Блин Я тут А ты же говорил Что ты честный И так Это правда матка Не Я просто Касаемо Дениса Да блин Да только дурак Не поймешь Что это генетически Озаренный человек Которому возможно Нужно еще время Опять же Я считаю Что Нас Многим Людям Не хватает В первую очередь Терпение И дисциплина Вот Это в последнее время Очень сильно прослеживается То есть У меня например Реально есть Очень классные Одаренные ребята И когда я им объясняю Это они Нет нет Васек Давай вот Сейчас Сейчас Я говорю Нет подожди Мы сейчас посмотрим Пристреляемся И потом И сделаем Полный выстрел И я на это Это уже реально видел И понимаю О чем мы говорим Вот Касаемо Дениса Ну Я вообще считаю Что надо выступать Просто надо выступать Надо Даже не то что Таким людям нельзя Говорить Что надо пробовать Ты должен прийти И забрать То есть Он должен Итись таким настроем И забирать Вот и все Касаемо Там Того что Что-то делается Не так Я не могу Об этом говорить Потому что У Дениса Есть крутой тренер Вот С которым Ну Я считаю Что Они Запросто Добьются Намеченных задач Опять-таки При Волном контроле Всех составляющих Потому что Я считаю Что Там все Для этого Есть На все Доблик 100% Вот и все Так что Будем ждать У меня еще Два вопроса К тебе Один такой Простой Но я решил Сдавать Каждому человеку С кем Буду делать Интервью Первый Выдающиеся Люди Буддебилдинга Вот ты Первый Решил Снять Под этим Заголовком Что такое Буддебилдинг Для тебя Лично Блин Знаешь Как Я всю жизнь Спорте Я всегда Чем-то Занимался Это был Футбол Это был Бокс И Сейчас ты Не в теннисе Ракеты Нет Об этом В теннисе Я тоже Умею Играть Реально Я Просто К тому Что Я Начал Заниматься Бодибилдингом Это для меня Сейчас Конкретно То Дело Дело Которое Которое Приносит Мне Удовольствие Удовольствие И работа Это удовольствие Это работа Напрямую Я не могу Сказать Что это Хобби Потому что Это для меня Уже Работа Потому что Я работаю Персональным Тренером Я готовлю Ребят Я с ним Ежу И мне Это просто Приносит Кайф То есть В данный Момент Времени В своей Жизни Я понимаю Что Для меня Вот именно Это Приносит Мне удовольствие Когда Я занимался Футболом Я был Фанатом Именно Того Что Я вот Там Сейчас На данный Момент Я вот Конкретно В этой Сфере И Когда Люди Говорят Что Зачем Это Зачем То Зачем Такие Форуми Я просто Говорю Что Каждый Дрочит Как Хочет Каждый Выбирает Свой Путь Мне Сейчас На данный Момент Интересно Кому То Нет Ну Твоя Жизнь Твои Решения Занимайся Чем Хочешь И Мы Неправиль Никого Осуждать Вот И Все То Есть Я отвечаю На Вопрос Ну Бодибилдинг Просто Сейчас На данный Момент Для меня Это То Занятие Которым Мне Нравится Заниматься Нравится Получать Какие Эмоции От Этого Всего Зарабатывать Деньги Там Да И Все Но Я Всегда В Приоритете Держу Именно У меня Должна Быть Идея То Есть Мне Это Нравится Когда У меня Не Просто Типа Дайте Мне Столько Денег Я Буду Работать Нет Если У меня Есть Идея Кому Помочь Кого Создать Кого Поднять Я Буду Это Делать Если У меня Отобрать Эту Идею Все Я Тут И Такие Примеры У Меня Были Например В Плане Да Нет Просто В Спортсмену пропадал Да Спортсмен пропадал И у меня Соответственно Настрой Уже Двое То есть У тебя Внутренний Вот и Все Да У меня Когда Внутренний Мой Огонь Уходит Все Мне Уже Сложно Туда Обратно Затащить У меня Ребята Они Выходят Я Понимаю Ты Сделаешь Это Если Я Тем более Вижу Отдачу От Другого Человека Для Меня Это Самое Главное Что Мы Четко Понимаем Чем Мы Двигаемся И Потратим Столько Времени Сколько Нужно Самое Главное Человек Это Дисциплина И Просто Само Отдача Это На самом Деле Это Такие Примитивные Вещи О которых У нас Будет Забывать Стали Вот Даже Знаешь Я Как-то Хотел В Инстаграме Написать Чем Отличается Профессионал От Любителя И Вот У нас Как бы Все Там Бабки Там Генетика Да Генетика Бесспорна Это 100% Это Приоритет Но Для Меня Профессионалы Это Просто Киборги Которые Вот Они Условно Героя В день Соревнований Поели Все Ты Пошел Дальше У тебя Есть Олимпия У тебя Есть Цель У тебя Есть Контракт Все Следов То Есть Куча Примеров Я Никогда Не Забуду Мы Как Раз Таки В Каире Когда Были Денис Гусев Выступал Да Он Работает Зарубежным Тренером С Диетологом Я Помню Мы Такие После Старта Что-то Сидим Такие Мороженое Они Кушают Ребята Мы С Деном Разговариваем Он Говорит Блин Сейчас Тренеру С Ребен Написал Разобрались С Нем Все Ошибки Говорю Типа Вот Поем Ему Тренер Говорит Нет Погоди Ты Завтра Уже Не будешь Ездить Завтра Уже Встаешь На Кардио Ты Готовишь Себе Рацион И Работаешь Почему Ден Такой Ну Типа Ёбан С А Смысл В том Что Я Тоже Сижу И Как Мне Смешно Думать Да Дай Ты Человеку Отдохнуть А Уже Потом Я Допер Нет И Он Прав Ты Сейчас Сходил Чуть Отдохнул Завтра Ты Продолжаешь Дальше Если Есть Задачи Выполняю Если Нет Иди Там Три Дня Кушай Бублики Потом Продолжим Но Мы Уже Не Продолжим И Это Правильно Я Считаю Что Профессионал От Непрофессионал Отличается Именно Этим Ну Конечно Там Наверное Другие Финансы Медиа Это Все Должно Присутствовать Это Фан Но Опять Основа Это Дисциплина Это Правильная Расстановка Приоритетов Ну Конечно Это Условие Никто Не спорит Потому Что У нас Очень Много Генетически Отаренных Ребят Повторюсь Но Не все Они Раскрывают То Что Они Как Они Могут Выглядеть На сцене И Опять Так Куча Факторов Вообще Будем Это Куча Факторов Где Важный Где Каждый На первом Месте И Тренировки И Питание И Восстановление И Ментальное Нету Самого Главного Мне Так Лично Нету Все На первом Месте И Даже Знаешь Как Касаемо Самих Соревнований Бодибилдинг Отчасти Это Дело Случше Ты На Один Турнир Приехал Ты Попал Под Лютый Замес Вообще С Какими Топами Тебя Просто Разломали Хотя Ты Был Своей Недели Едешь На Другой Турнир И Попал Уже Не Под Замес А Просто Как Был Хорошую Категорию Где Ты Размес И Люди Молчали А Ты Просто Взяла Пошел Дальше Опять Бодибилдинг Это Случай Ты Можешь Попасть Под Замес А Можешь Не Попасть И Как Говорится Соперников Не Выбирают Надо Быть Готовым Ко Честно Оцени Мою Форму В Последнем Сезоне Ну Если Ты Видел Или Скажи Что Ты Не Подписыв Нет Я Видел Подожди Ты Получается Последний Раз Выступал Португалии Португалии Потом Польша С Ромкой Потом Мир Потом Румыния Смотри Я могу Сказать Точно Твоя Форма Была На 7 Из 10 От Того Что Ты Можешь Это 100% Я Объясню Почему У Тебя Есть Для Этого Все Данные Тебе Нужно По Факту Выделить Чуть Больше Времени Для Того Чтобы Сделать Именно Те Кондиции И Ту Сжатость И Глубину Которую Ты Видел В Других И Это Факт Ты Сам Знаешь Позы Выигрываются Твойником Спереди И Сзади Особенно Сзади Когда Человек Поворачивается Собирает Времени На Пери Своей Подготовки Что Для Тебя Опять Таки Есть Куча Факторов Почему Ты Этого Не Делаешь У Тебя Работа У Тебя Бизнес У Тебя Все Вот Эти Составляющие Которые Возможно Для Тебя Больше Приоритетные Нежели Сцены Но Опять Таки Ты При Своей Форме Все Попадаешь В Призы И Ты Все Конкурент Неспособен Но Опять Если Речь Идет О Том Чтобы Туда Ползти Это Больше Времени Это Реально Сфокусироваться И Затратить 2-3 Месяца Для Того Чтобы Нарубить Кондиции И Возможно Именно Показать Свою Лучшую Форму Но Опять Таки Это Всего Лишь Дело Приоритетов И В Твоем Случае Это Ну Это Сто Процентов Так Потому Что Отдыхает Либо Сходил Зал Потренировал Провел 5 Тренировок Нет У тебя Перелеты Тебе Всегда Надо Приспосабливаться Тебе Знать Где Есть Что Есть То Все У тебя Я Просто Я Не Ем Ты Опять Ж Ты Не Ешь Но Опять Это Все Может Сказываться Это Сто Процентов Вообще И У тебя Все Есть Знания Есть Данные Есть Блять Ты Мож Тренировок То Есть Вот И Все То Есть Брать Последний Турнир Конкретно Я Считаю Что Это Было На 7 Из 10 И Это Неплохо Вот И Все Потому Что Ты Сам Самое Главное Что Когда По Сути Ты Вот Занимаешь Такие Места Ты Четко Отдаешь Отчет Своим Действиям То Есть Ты Понимаешь Что Ребят Я От Себя Сделал Все Что Возможно Но Можно Лучше Да При Твоих Конкретных Условиях Если Ты Возьмешь Условия Другого Человека И Свои Возможности Ты Уже Будешь Выше Вот И Это Объективно Так Друзья Мои Вы Наверняка Поняли Что Ссылка Внизу В Описании Если Вы Знакомы С Чемпионами Кого Подготовил Вася Вы Так Понимаете Что Можно К нему Обратиться С Него Есть Время Если Вы Незнакомы То Прям Зайдите На Твой Труд Спасибо За Твоих Спортсменов Сзади Отмечу Что Действительно Люди Видимо От Васи Перенимают Внутренний Харизма Культуры Это Очень Важно Потому Что Да Там Бодибилдинг Чемпионат Называется Но Занимаемся Культуризм Хорошее Красивое Слово Занимайтесь Культуризм Твое В конце Добрые Слова И Пожелания Я Хочу пожелать Просто Быть Объективными Если Вы Начинаете Заниматься Этим Расставлять Правильно Приоритеты И Как Меня Всегда Учила Моя Мама Никогда Никого Ни в чем Не судить Никогда Ни про Кого Ничего Плохого Не говорить А если Это правда? Если Это правда Можно Говорить Но Опять же Короче Ну Просто Быть Честным С Самим Собой Вот и все А Все Эти Победы Все Эти Кубки Я Просторонник Того Что За Твои Победы За Твою Работу Скажут Другие Люди Нежели Ты Будешь Кричать Об этом Везде И в каждом Волоке Опять Таки Это Всего Лишь Мое Видение Этого Вопроса Это Всего Лишь Мой Подток Которым Я Стараюсь Делиться Вот и Все Я Считаю Что Из Каждого Человека Можно Выжить Больше Чем Он Дажд Думает Чемпионом Да Ну Не Прям Конечно Из Каждого Но Такого Не Бывает Даже Знаешь Честно Меня Когда Называют Тренер Чемпионов Я Честно Я Не Люблю Эту Аббревиатуру Потому Что Это Не Так Звучит С Это Блядь Это Не Так Потому Что Я Не Готовлю Только Чемпионов У меня Есть Абсолютно Разные Ребята Есть Те Кто Занимает Шестое Третье Пятое Десятое И Это Блядь Неплохо Невозможно Всегда Готовить Только Чемпионов Это Тогда В таком Случае Это Должна Быть Только Селекция Когда Ты Такой Тебя Беру Тебя Беру Ты Давай Мимо Касса Я Так Не Могу Я Так Не Я Я Привык Помогать Всем Так Что Помогайте Друг Другу Помогайте Людям Будьте Добрыми Будьте Честными И Все Получится В этой Жизни Василий Ермаков Тренер Чемпионов И не только Спасибо Спасибо Субтитры